Раньше их называли «белые муравьи», и некоторые до сих пор путают их с муравьями. Сегодня говорим о термитах. Что это за насекомые, в чем их особенности и чем они отличаются от муравьев. В мире, где мы обычно связываем слово «вредители» с насекомыми, такими как медведки, колорадские жуки и другие, термиты оказываются настоящими мастерами разрушения. В то время как большинство вредителей причинают вред растениям и сельскому хозяйству, термиты направляют свою деятельность на деревянные постройки. Существует около 120 видов термитов, зарегистрированных как опасные вредители. Они живут миллионами и способны незаметно разрушить дом изнутри, а также уничтожают книги, мебель и другие деревянные предметы. Примером невероятной разрушительной способности термитов может служить инцидент, произошедший в 2011 году в Индии. Там термиты проникли в банк и уничтожили железный сейф, хранящий 10 миллионов рупий. Они просто разъели верхний слой металла, обрабатывая его соком, вызывающим ржавчину. Чтобы противостоять термитам, люди разработали различные методы борьбы с ними. В зонах, где термитов много, почва обрабатывается перед строительством дома, а деревянные части здания пропитываются противотермитными составами. Фундаменты домов подвергаются регулярному контролю, а также проводятся исследования по разработке новых методов борьбы с термитами с использованием патогенных грибков и бактерий. Эта бесконечная война с термитами может показаться безнадежной, но разработка новых методов контроля за этими вредителями дает надежду на будущее безопасности от их разрушительных атак. В России обитает всего три вида термитов, что делает встречу с ними довольно редкой. Однако, если вы вдруг заметили что-то подобное в лесу, скорее всего, это были именно они. Для примера, муравейники вида формик и руфа в лесу можно увидеть практически повсюду, холмики высотой около метра. Однако не заметить тропический термитник будет куда сложнее. Невероятные размеры и выносливость термитников поражают. Например, этому термитнику 50 лет, а его высота 5 метров. Самый высокий из них был обнаружен в республике Конго. Его высота почти 13 метров. А в 2018 году были обнаружены огромные плоды трудов этих насекомых, которые видны на спутниках из космоса. Здесь термитами было прорыто 10 кубических километров грунта. Возраст этих структур около 4000 лет. Термитники обладают поразительной прочностью и водостойкостью, благодаря своему составу. Они состоят из древесины, целлюлозы, почвы и слюны термитов. Это делает их более устойчивыми к воздействию других паразитов, чем гнезда ос или муравьев. Более того, заброшенные термитники в национальных парках, например, в парке Тарангири, становятся приютом для различных видов животных. На этом фото в заброшенный термитник заселились огненоголовые тархифонусы. У термитов большие не только жилища, но и они сами. В то время как средняя матка муравьев в форме каполиктена длиной всего около сантиметра, матка термитов в два раза длиннее медведки – около 12 сантиметров. Самки некоторых видов термитов способны откладывать миллионы яиц в год, формируя таким образом потрясающе по своей сложности и разнообразию колонию. Из этих яиц выходят на свет рабочие и солдаты, каждый со своей уникальной ролью в жизни общества термитов. А в определенное время наступает период, когда самки и самцы готовы к размножению. Эти представители термитов подобным муравьям покидают гнездо, чтобы основать новые колонии. Хотя большинство крылатых особей погибает при лете, новая колония может достичь впечатляющих численных масштабов – несколько миллионов особей в случае высших термитов. И все это благодаря потомству одной лишь самки. Средняя продолжительность жизни колонии – до 50 лет, после чего она умирает, а термитник разрушается. Жизнь внутри термитного гнезда очень организована. Рабочие термиты не только строят и поддерживают гнездо, но и собирают пищу и заботятся о потомстве, обеспечивая непрерывность жизненного цикла колонии. Матки играют ключевую роль в размножении, а солдаты несут ответственность за защиту колонии от внешних угроз. Но как они координируют свои действия? Очень схожи с муравьями. Термиты общаются друг с другом с помощью химических веществ – феромонов. Эти молекулы не только информируют об источниках пищи и возможных опасностях, но и указывают на необходимость строительства новых частей гнезда. Кроме того, для общения термиты используют тактильные контакты и вибрации, создавая сложную систему общения внутри колонии. Каждый элемент термитной колонии важен и способствует ее выживанию и процветанию в динамической среде. Термиты – это не просто насекомые. Они представляют уникальный пример коллективной организации и адаптации в природе. Термиты хоть и могут причинять вред человеку, все равно представляют собой нечто большее – феномен природы, который требует глубокого изучения. До новых выпусков!